Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 578. «Можно ли принимать переливание крови от неверующих людей христианину? Ведь в таком случае они становятся ему родными в буквальном смысле, а кроме этого могут наследовать и греховные наклонности этих людей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Человек состоит из души и тела. Первое, Коринфянам 2.13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». Конец цитаты. «Грех иного человека не может перейти без желания другого через прикосновение, если это не блудник». Послание Иуды 1.1.23. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». 1 Коринфянам 6.18. «Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Грех против собственного тела поражается неизлечимыми заразными болезнями. Спит. И поэтому переливание крови от такого человека смертельно опасно. И согласно Библии. Сегодня нужно всячески избегать переливания крови, хотя это и не греховно. Сродство по плоти не есть сродство по духу. Есть такие сверхъеретики и яговисты, у которых переливание крови категорически запрещено. Случается, что от них пишут в газетах, что кто-то у них умер от того, что отказались от переливания крови. Думаю, что таких умерших у них меньше, чем у тех, кто принимает переливание крови и заражается, и потом умирает, как уже было. Не только в Элисте, где спидом заразили младенцев, но и во всей Германии прошел этот шоковый шквал. Теперь делают так. Заранее сам человек делает запас из своей крови, и ее хранят, и потом ему же переливают. И еще, зараза в крови обнаруживается не сразу, и потому, что определили, как хорошее потом оказалось ядовитым спустя почти 4 месяца.